Какие выводы сделаны после Рио-де-Жанейро? Какие предприняты меры по устранению недостатков в подготовке наших спортсменов? Ожиданий и обещаний, как всегда, много. Пусть олимпийский отбор в Токио еще не окончен, но уже сейчас можно констатировать, что игровые командные виды спорта, за исключением баскетбола, по-моему, 3 на 3, Его провалили, пока нет лицензии в боксе, дюдо, каратэто, квандо, фехтовании. Ждем большего от борцов, легкоатлетов, стрелков. Последние годы мы значительно укрепили материально-техническую базу физической культуры и спорта. Напомню, что в период пандемии коронавируса, несмотря на повсеместный локдаун, мы проводили соревнования, мы не остановили национальные чемпионаты. В наших спортивных центрах были созданы уникальные возможности для тренировок по сравнению со всеми странами мира. В отсутствие официальных стартов, по вашей просьбе, мною было продлено на год выплату именных стипендий кандидатам на участие в Олимпиаде и их тренерам. Для спортсменов и тренеров сделано все возможное и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы – сформировать боеспособный спортивный десант в Токио. Оправдания здесь не принимаются и быть вообще их не может. Нам действительно нужен боеспособный десант в Токио. Мы туда поедем сражаться. Нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плюшить со всех сторон. И мы должны выдержать. Настоящие чемпионы – это те, кто способен показать высокий результат в любых условиях, преодолевая неблагоприятные обстоятельства, ожесточенное сопротивление конкурентов и козни наших завистников. Кто добивается громких побед ради своей страны, ради родных и близких, ради тренеров и коллег по команде. Вы знаете, что Олимпийские игры будут проходить в условиях беспрецедентных антиковидных мер и ограничений. И под это, поверьте, загонят все. Нужно быть готовыми к решению, связанных с этим вопросов акклиматизации наших спортсменов, доставке делегаций грузов в Олимпийскую деревню, организации тренировок, быта, медицинского обслуживания. Все, что необходимо для того, чтобы наши спортсмены достойно выступили, создано, если нужно больше, будет создано еще больше. Все зависит от спортсменов. Что еще необходимо сделать в ближайшее время, чтобы за наше выступление в Токио не было стыдно перед народом? Давайте сегодня по существу и откровенно поговорим, что нужно еще сделать. Хотя тактика, стратегия давно известны, они определены. Спортсмены и особенно тренеры прекрасно знают, как подвести спортсменов к вершине их формы. Пожалуйста, действуйте. Еще раз повторяю, говорите, что надо. Будем создавать дополнительные условия. Спасибо.